Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и благодарение. Господь Иисус, Ты сказал, когда был на земле, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И мы собраны во имя Твое». Это Твое Слово, Твой план, Твои стремления, Твоя цель, Твое имя, Твой Дух, Твои пути. И мы будем изменять Свои пути, чтобы приводить их в соответствие с Твоими путями. И мы благодарим Тебя и прославляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте обратимся сейчас к посланию к Ефесянам. Первая глава послания к Ефесянам. В этой великой молитве, которую Дух Святой дал апостолу Павлу, в первой главе послания к Ефесянам, с 16 по 23 стихи и 19 стих, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Что это означает для меня, раз я верующий? «По действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесну и Себя на небесах». Что это означает для нас с вами? Как я в это вписываюсь? Не важно, как я по моему мнению в это вписываюсь, или как мне кажется, я в это вписываюсь. Важно то, что говорит Он. И послушайте, что Он об этом сказал. Вам придется изменить свой образ мышления в отношении этого. Итак, посмотрите на этот стих. «Бог посадил Его Одесную Себя превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого». Рак — это имя. Что ж, тогда Он господствует над этим. Не считай это имя. Тогда Его имя господствует над этим. «Не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его». Итак, это собирается сказать мне о том, что это для меня означает. Его державная сила, которой Он воздействовал во Христе Иисусе, когда воскресил Его из мертвых, этой державной силой было благословение Авраама. Это наивысшая форма силы, когда-либо высвобожденная в материальной вселенной. Аллилуйя. Это был хороший момент, чтобы сказать «Аминь». Я знаю, как сильно вы увлечены. Вы окунаетесь во что-либо подобное, и вам не хочется ничего говорить. Но неплохо время от времени говорить «Да». И просто ухватываться за это, понимаете? «Да, аминь, да, аминь». Аллилуйя. Аллилуйя. «Итак, Он все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его». Вы в теле Христовом? Вы во Христе Иисусе? Вы во Христе Иисусе, если вы сделали Его Господом в вашей жизни. Писание говорит «Благодаря Бога, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Это не что-то, что произойдет с вами после того, как вы умрете и пойдете на небо. Если вы не были переведены в это царство до того, как вы умерли, вы не пойдете на небо. Вы не станете чадом Божьим после того, как умрете. Смерть не имеет к этому никакого отношения. Это произошло тогда, когда вы приняли Иисуса как вашего Господа и Христа. И кто во Христе, тот новое творение. В греческом тексте говорится «новый вид существа». Аллилуйя, слава Богу. Я получил удовольствие от своей проповеди. Хвала Господу. Аминь. Я прихожу в восторг от этих вещей. Это уже 42 года приводит меня в восторг. Когда я впервые это услышал, я упал на спину на пол и пинал ногами кофейный столик моей мамы. Слава Богу. Я такой же и сегодня. Хвала Господу. Итак. Которое есть тело его. И посмотрите на это. Посмотрите. Его тело является полнотой его. Наполняющего. Это полнота, наполняющего все. Он не может наполнять без своего тела. Поэтому ему нужно, чтобы его тело было послушно ему. Вы часть его тела? Тогда вы нужны ему. О, брат Копланд, я ему не нужен. Вы хотите сказать, что Библия просто лгала насчет вас? Как вы смеете? Ну, я просто никто. Кто вам это сказал? Вам придется изменить ваш образ мышления. Ну, я просто пытаюсь быть смиренным. Что ж, это не смирение, это невежество. Вы не знаете Слова Божьего. Смиренный человек скажет. Что ж, раз он так говорит, тогда я должен изменить соответствие с этим мое мышление. Если он, Бог, говорит, что я ему нужен, значит, я ему нужен. Поскольку он не может лгать, и я принимаю это. Я вовлекаюсь в это прямо сейчас. Я привожу это в действие. Это новый источник мысли для меня. Поэтому я решаю так думать, и для того, чтобы принять эту мысль, я должен это говорить. Поэтому я говорю это, я думаю об этом, я говорю это, я решаю, я думаю об этом, я говорю это. И вы продолжаете, 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 продолжаете это делать до тех пор, пока вы уже не начнете говорить это, не задумываясь об этом. Вот когда оно становится избытком в вашем сердце. И оно выходит из ваших уст. Оттуда же, откуда раньше выходило все это сквернословие. поскольку именно этим вы и были наполнены. Поэтому, когда сейчас из ваших уст исходит Слово Божье, то теперь в этом есть вера. Аллилуйя. Аминь. Изучите 4 главу притч, 20, 21, 22, 23 и 24 стихи. Там описывается этот процесс и то, как этого достигать. Итак, мы нужны Ему для того, чтобы Он мог исполнить Свою миссию. Какова Его миссия? Мы не будем к этому обращаться, но мы читали это в 3 главе книги Деяний. Вы можете прочитать это в послании к евреям. Библия говорит, нам нужно посмотреть на это в послании к евреям. И Петр проповедовал, и он сказал, Бог послал Иисуса, чтобы благословить вас. Что ж, если он послал Иисуса, чтобы благословить, и Петр обращался, Петр обращался в тот момент к евреям в храме. Он сказал, Бог послал Иисуса, чтобы благословить вас. Что ж, если он послал Иисуса, чтобы благословить их, тогда мы с вами посланы Отцом, чтобы благословлять их. Если он послал Иисуса, как первого священника, тогда он послал нас, как священников. Он послал Иисуса как Господа, значит, Он послал нас владычествовать во имя Его. И Он Господь господствующих, и мы господствующие, Господом Которых Он является. Аминь. Или другими словами, мы ходим в Его власти, подчиняясь Ему, во имя Его. У меня нет сейчас времени, чтобы на этом останавливаться, но я оставлю это для вас. Изучите это, поразмышляйте над этим. Он сказал, во имя Мое. Он не говорил о том, что вы просто говорили во имя Иисуса. И тогда дьяволу придется послушаться. Нет, Писание говорит, что мы были названы Его именем. И что это то имя, которое было нам дано. Иисусу было дано имя. Имя, которое выше всякого имени. Вторая глава послания к филиппийцам, верно? Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено и всякий язык исповедовал, что Он Господь, во славу Бога Отца. И в книге Деяния говорится, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы им спастись. Поэтому оно является таким же данным нам именем, каким оно было, когда Отец дал Его Иисусу. Поэтому я не использую Его имя, чтобы дьявол меня слушался. Это мое имя, чтобы использовать его, и дьявол будет меня слушаться. Почему? Потому что мне была делегирована власть. И мне было приказано ее использовать. Более того, это имя нашей семьи. Писание говорит, что мы именуемся от Него, как на небе, так и на земле. Вся семья Божия именуется от Него. Это то имя, которое было мне дано. Аллилуйя. Я не говорю. Это очень трудно описать. Иногда духовные вещи трудно описать, но Бог поможет мне. И я донесу это до вас. Позвольте мне сказать это следующим образом. У меня есть джип GMC Yukon. И он мне нравится. Хвала Господу. Хорошая машина. И я говорю вам в имени Yukon. Я не просто использовал это имя. Если бы я сидел на переднем сидении этой машины, и я говорил вам в имени этой машины, я в этом имени. Говорю вам из Него. Мы с вами в имени Иисуса. Мы в Нем. Мы в теле Христовом. Мы в силе благословения. Мы в этом месте. Оно наше. Я обращаюсь к вам изнутри. Этого имени. Иисус сказал, Отец, я соблюдал, сохранил их в Твоем имени. Вы это поняли? Тогда воздайте Господу благодарение за это. Слава Богу. Давайте сейчас обратимся к этой сфере. Этого вопроса. Ему нужно, чтобы мы были здоровыми. Ему нужно, чтобы мы были сильными. Сильными в вере. Сильными в Господе. Сильными в Духе. Сильными в Дарах Духа. Сильными в Его Слове. Да? Нам нужно во всем возрастать в Него. Возрастать. Становиться. По крайней мере, духовно повзрослевшими. Библия говорит, что те, кто питается молоком, все еще младенец и не сведущ в слове правды или праведности. Большинство людей близко не являются настолько возросшими, насколько как они думают, они возросли. Включая меня. Я должен возвращаться и говорить. Так, минуточку. Глупо было это делать и говорить. В этом не было никакой необходимости. Так, тебе придется стать здесь взрослее. Что вам первым делом придется делать, если вы возрастаете? Вам придется научиться судить себя. Не осуждать себя, судить себя. И Писание говорит, что если вы судите себя, вы не будете судимы с этим миром. Итак, что вы делаете? Вы судите себя. Я сужу, что это идет вразрез со Словом Божиим, поэтому я каюсь в этом. Я совершаю хлебопреломление, когда я каюсь. Я совершаю хлебопреломление, чтобы изменить мой образ мышления, чтобы изменить те слова, которые я говорю. И становлюсь послушным хлебу, то есть телу и крови Иисуса. И я вхожу в эти взаимоотношения Завета с Богом в отношении этого. Аминь. Итак, ему нужно, чтобы мы были сильными. Ему нужно, чтобы мы были богатыми. Как я вам уже говорил, изучите 111 Псалом. Это картина благословленного человека. Он начинается так. Блажен, или благословлен, муж. И затем описывается благословленный в Боге человек. И затем вы обращаетесь ко второму посланию Коринфянам, к 8-9 главам. Апостол Павел сказал той церкви в Коринфе. Вы сильны в Слове. Вы сильны в вере. Вы сильны. Но теперь вам нужно стать сильными также и в этой добродетели, или благодати. То есть, что Он, Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Он сказал, вам нужно стать сильными и развиваться в этой благодати так же, как и во всех этих остальных вещах, которых вы развились. Дальше в 9 главе Он говорит, Бог же силен обогатить вас всякой или всей благодатью. Всей. Всей. Чтобы вы что? Во всем имели всякое довольство. Слава Богу. Ему нужно, чтобы мы были такими. Итак, Ему нужно, чтобы мы любили. Чтобы мы были в вере. Вера – это божественная связь, созидающая силы всемогущего Бога. И она действует любовью. Когда мы не соблюдаем заповесть любви, страх становится доминирующим. Что происходит, когда присутствует страх? Вы обижаетесь. Страх производит обиду. Страх производит робость. Страх производит... Это проявляет себя в страхе вещей этого мира и так далее и тому подобное. И что оно делает? Все это заглушает Слово Божье. И оно становится... Бесплодным! А что приносит плод? Плодитесь. Размножайтесь. Это главное благословение. Другими словами, вы отрезали главное благословение, позволив этим пяти вещам в четвертой главе Евангелия от Марка проникнуть в вашу жизнь. Итак, для этого и дана заповедь любви. И что вы должны делать? Вы должны постоянно изменять свой образ жизни, чтобы он соответствовал этой заповеди. Это не совет и не предложение. Да, я знаю, как это трудно, но, конечно же, будет лучше, если вы... Нет, все не так. Он сказал, если вы любите меня, вы соблюдаете мою заповедь. И моя заповедь следующая. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. И любите друг друга, как я возлюбил вас. «Прощайте друг друга, как Бог, ваш Отец, простил вас». Заповедь. Приказ. Это приказ главнокомандующего как неба, так и земли. Он сказал, дана мне всякая, или вся власть, как на небе, так и на земле. Итак, это заповедь. И что вы делаете? Вы берете элементы хлебопреломления, вы берете эту заповедь, и вы посвящаете себя тому, чтобы быть хорошими управляющими этой заповеди. Затем вы забываете обо всей этой самозащите и тому подобном. Перестаете пытаться постоянно себя защищать. Верьте Богу и верьте о своей защите. «Ну, я должен защищать свою репутацию. У вас нет никакой репутации». «Ну, вы не знаете, кто я такой». Что ж, я знаю, кем вы не являетесь. Я решительно настроен быть хорошим управляющим заповеди любви, независимо от того, что делает эта вавилонская система. Чтобы атаковать это или преследовать это. Или что бы они ни делали. Вы знали, что нет помазания, чтобы защищать себя? Я говорю о защите от гонений. Я не говорю о защите от физической атаки. Есть помазание, чтобы защищать себя при физической атаке. Но в 4-й, точнее, в 12-й главе послания к кремлинам говорится не защищать себя. «Откройте дверь для мне отмщения, и я вас дам», — говорит Господь. Богу не нужно, чтобы вы были расстроены, запутаны. Писание говорит со всем усердием охранять и защищать свой дух. И Крефла Доллар упоминал сегодня об этом. Потому что из него, из вашего сердца, из вашего духа, текут силы, источники жизни. Богу не нужно, чтобы ваш дух был полон распри и ссор. Ему не нужно, чтобы вы были расстроены и ссорились с кем-то. Ему не нужно, чтобы вы пытались защищать себя и устраивали всю эту неразбериху. Отдайте это в его руки. Нет, я просто возлагаю заботу об этом на тебя, и даже в мыслях не собираясь к этому возвращаться. Тебе отмщение. Ты воздашь. Не я. Я даже не создан для того, чтобы справляться с этим. Я не могу с этим справиться. Иисус принимает мои заботы. Согласно 1-му посланию Петра 5-7. И вы должны контролировать свой разум. Вы должны контролировать свой голос. Вы должны контролировать все вокруг себя своей властью и Словом Божьим. И всеоружием Духа. Но есть помазание, чтобы защищать Евангелие. Апостол Павел сказал своим партнерам в церкви в Филиппах, «Вы – соучастники в моей благодати. Вы – единственные, кто поддержал меня в моей проповеди Евангелия». И он сказал, «Вы – соучастники в моей благодати, в узах моих». Поэтому есть помазание. Когда дьявол сажает вас в тюрьму, как он это сделал с Филом Дрискелом? Пока он был там, помазание умножилось на нем. Аминь. И дьявол пожалел, что посадил его в ту тюрьму, потому что любовь Божья изменила ту тюрьму. Это не изменило Фила. Он вышел оттуда еще более сильным, и в финансовом плане его дела с каждым днем идут все лучше и лучше. Так что это не выбило его, потому что он не позволил тюрьме войти в него. И Павел сказал, «Вы – соучастники в моей благодати, в узах моих, при защищении и утверждении Евангелия». Как вы утверждаете или подкрепляете Евангелие? Что подкрепляет проповеданное Слово Божье? Чудеса и знамения. Чудеса и знамения. Поэтому он говорил, «У вас есть право на те же самые чудеса в вашей жизни, которые есть в моей, потому что вы помогали мне проповедовать». И кто более важный? Тот, кто проповедовал? Или тот, кто оплатил ему бензин, чтобы он мог поехать туда проповедовать? Нет разницы. Итак, что насчет защиты Евангелия? Когда про вас говорят всякие гадости, как бы это ни было, и знаете, это ни к чему не имеет никакого отношения. Итак, Богу нужно, чтобы мы были послушны. Ему нужно, чтобы мы были сильными в этой сфере. И затем Ему нужно, чтобы мы были послушными. Вы можете работать для Иисуса, но непослушание заставит вас работать против Него. И в первой главе Евангелия от Марка в 38-м стихе Иисус сказал, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Приходят к Нему прокаженные. Вы знаете историю про этого прокаженного. Иисус сказал, «Хочу! Очистись!» Проказа сошла. И, посмотрев на Него строго, тотчас отослал Его и сказал Ему. Иисус строго кое-что повелел Ему. Иисус дал Ему поручение. Он послал Его. Это дало Ему статус апостола с поручением пойти и сделать конкретное дело. Иисусу было это нужно? Ему нужно было, чтобы Он это сделал. Он планировал. Он был призван проповедовать в синагогах и в храме. Но затем Он ушел. «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение Твое, что повелел Моисей, во свидетельство им, священнику». Иисусу нужно было, чтобы тот человек засвидетельствовал так, как он должен был. Ему нужно было, чтобы этот человек пошел и сделал то, что Он ему сказал сделать. Иисусу нужно было, чтобы он был послушен этому. А что сделал тот человек? Он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город. Вы видите, что это отрезало Иисуса от тех городов. Священник не получил никакого свидетельства. Трудно даже представить, что рассказывал тот человек. За пять минут до этого он даже не знал, что это было волей Божьей для него быть исцеленным. Он ничего не знал о Слове Божьем. Он не проповедовал там, куда Иисус сказал ему идти проповедовать. Он мог это сделать. Он даже не был готов делать то, что он делал. Он влез в служение, которое принадлежало Иисусу и тем другим людям. И он настолько все испортил, что Иисус не мог уже явно войти в город. Иисусу это не было нужно. Ему пришлось преодолевать то, что сделал этот человек. Здесь ничего не говорится, но было бы интересно узнать, что стало с тем человеком физически. Такого рода непослушание создаст вам проблемы. Неважно, в каком он был от этого восторге. Это не оправдание тому, чтобы нарушать то, что Господь сказал тебе сделать. Если Он сказал вам ходить в любви, вы не должны нарушать это. Неважно, кто и что вам сделал. Чем вы можете оправдать нарушение заповеди любви? Ничем. У вас может быть причина, но нет оправдания. Либо устранить эту причину, либо игнорируйте ее. Вы должны быть такими строгими с собой, потому что вы знаете себя. Особенно себя. Да, ваша плоть начнет поднимать столько шума, что вы не сможете слышать, что сказал Иисус. В большинстве случаев вам нужно достаточно успокоиться, чтобы это услышать. Вам нужно успокоить свой дух. Бог говорит постоянно. Ваша плоть и ваш разум могут звучать настолько громко, что вы не сможете его слышать. Особенно, если вы эмоционально расстроены и растеряны. Если вокруг вас постоянно толпа людей. Если у вас постоянно включено это мирское радио. И в ваши уши постоянно входит весь этот мусор. Понимаете, эти вещи способны проходить незамеченными для вашего разума, когда они спрятаны в музыке. Вы можете сидеть и думать совершенно о чем-то другом. Что-то делать, о чем-то думать. Вы можете что-то читать. И вы смотрите на свои ноги, и ваша нога дергается в такт музыки. И вы сознательно даже не слушали ее. Это опасно. Смотрите. Становитесь послушными чести завета. Это истинное значение того, что вы поступаете с другими, как другие поступают с вами. Вы поступаете с другими так, как вы хотите, чтобы другие поступали с вами. Я закончу сегодня на следующем. Вы должны работать над этим. Отдавайте себе полный отчет в своих словах, которые вы говорите людям вокруг вас. Всем. В семье. Всем остальным. Будьте очень, очень послушны, чтобы следить за своими устами. Отвергните от себя лживость или непослушание уст. И апостол Аков вам скажет, «О, брат Коппол, ни один человек не может укротить язык». Так, 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 так. Вернитесь и перечитайте еще раз всю главу. Там сказано, «Люди укращают животных естественными силами». Естественными силами. Физическими силами. Ни один человек не может укротить язык естественной силы. Силы воли. Для этого требуется Слово Божье. Там так и говорится. И там говорится, как это сделать. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя сегодня. Мы приходим перед Твоим Словом с ожидающим сердцем. И мы благодарим Тебя за Него. И во имя Господа Иисуса Христа мы высвобождаем сегодня нашу веру, чтобы слышать с небес. Мы высвобождаем сегодня нашу веру в Твои слова в отношении Духа Святого, как нашего Учителя. Ты обещал, что если мы будем пребывать в Твоем Слове, мы познаем истину. И истина сделает нас свободными. И сегодня мы снова продолжаем пребывать в Твоем Слове. Мы пребываем в Нем. Мы остаемся в Нем. И мы живем в Нем. И это сама наша жизнь. И вера приходит от слышания, от слышания, от Слова Божьего. И мы живем нашей верой. Поэтому сегодня мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Мы благодарим Тебя за то, что ни один человек не уйдет с этого места. Ни один человек, который смотрит эту передачу по интернету или по телевизору, не останется после этого служения тем, кого не коснулось, кому не послужилось Слово живого всемогущего Бога. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это во имя Иисуса. Аминь. Сегодня я был в таком восторге, когда Господь сказал мне поделиться с вами и послужить вам на эту тему, потому что это стало настолько реальным в моей жизни. Реальным. Это стало... Это просто как воздух, которым я дышу. Это как пища, которую я ем. Это питание и поддержка моего существа. И это вывело процветание моей души на такой уровень, когда оно открыло и расширило мою жизнь для духовного богатства, умственного богатства, живости в моем разуме, физического здоровья, крепости в моем теле и финансового богатства, превосходящего то, что я вообще считал возможным в моей жизни по эту сторону небес. Это еще не конец. Хвала Господу! Я прихожу в такой восторг, когда мне хочется рассказывать вам об этом. Давайте обратимся к 4 главе Евангелия от Марка. И мы отметим там для себя кое-что, что Иисус сказал в притче о сеятеле, сеящем слово. И мы дойдем до 14 стиха, где он объяснял ее своим ученикам. Итак, помните, он сказал, если вы сможете понять эту притчу, вы сможете понять их все. Вы сможете понять царство Божье, вы сможете понять все притчи в Слове Божьем, вы сможете понять образ мышления Бога, вы сможете понять, как это работает. Сеятель Слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, которые, когда услышат Слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корни и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется или обижается, они не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или давление или гонение за Слово, тотчас соблазняется или обижается. Ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу и спросили, «Ты ли тот, кто должен прийти или нам ожидать кого-то другого?» И Иисус сказал, «Вы помните, о чем Он проповедовал?» Куда бы Он ни шел, Он проповедовал, «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня». Он проповедовал это везде, куда бы Он ни шел. Потом Петр повторил это в доме Корнилия, сказав, «Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета». И Он сказал, что это стало известным по всей Иудее проповедь мира через Иисуса. Поэтому Он проповедовал это везде, куда бы Он ни шел, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И это взято из 61 главы книги Исаия. И в конце перечисления всего, что Иисус был помазан делать, говорилось, «Он проповедовал лето Господне благоприятное». И в этом Он проповедовал благословение Авраама. И, отвечая на вопрос учеников Иоанна, «Ты ли тот?» Он сказал, «Что ж, посмотрите, нищим проповедуется Евангелие, хромы ходят, слепые видят». Другими словами, работает помазание или нет? И послушайте следующую фразу. Послушайте следующую фразу. Он сказал, «И блажен или благословен, кто не соблазнится о мне или не обидится на меня». Обида является прямым врагом помазания. Она будет сразу же его останавливать. «Знаете почему?» Знаете почему? Она основана на страхе. Обида приходит от страха. Обида зависит от страха. Для того, чтобы она работала, требуется страх. И, как Иисус сказал, это является следствием того, что они не имеют в себе корня. И вы можете проследить все остальное. Все пять оружий, которые использует сатана. Все пять зависят от страха, и все они вращаются вокруг обиды. Все они являются нарушением заповеди любви. Вы не можете ходить в любви и делать это. Вы не можете ходить в любви и обижаться на кого-то, потому что любовь не принимает во внимание причиненное ей зло. Она не обращает на него никакого внимания. Она просто все равно продолжает любить. Она не обращает на это никакого внимания. Если вы укореняетесь и утверждаетесь в любви, вы не обижаетесь. Вы не боитесь тех забот, которые обрушиваются на этот мир. Почему? Совершенная любовь изгоняет страх. Они просто не работают над вами. Аминь. Аллилуйя. Итак, укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть. И слово постигнуть означает больше, чем просто понять. Знаете, у нас в английском языке люди зачастую используют слова так, как им хочется. используются. И мы просто предполагаем, что они означают. И используем их так, как у нас получается. Но большинство языков не является такими. Например, в испанском здесь используются два разных слова. Они означают разные вещи. Это разные слова. Они указывают на одно и то же, но это разные слова. Одно из них означает простое понимание, а другое практическое знание. понимаете? То же самое и здесь. Фактически это то же самое слово. Постигнуть. Оно происходит от того же самого корневого слова. Чтобы они могли постигнуть, это не просто понимание. Это постижение. Например, вы понимаете, что самолеты летают, но вам нужна чья-то помощь, чтобы на нем куда-то полететь. У меня же есть практическое знание самолета. Я постиг его, а вы понимаете его. Вы понимаете, что он летает. Вы в общем понимаете, как на нем куда-то лететь. Это легко узнать. Если вы не знаете, то позвоните кому-нибудь, они расскажут вам, куда ехать, в какое время там нужно быть, что делать, когда вы туда приедете, сколько это стоит и все остальное. Если вы будете следовать простым указаниям, вы можете на нем полететь, и вам не нужно для этого много знать. Но другое дело, если вы будете пилотировать этот самолет, если вы будете сидеть за его штурвалом, я надеюсь, что вы располагаете большими знаниями, если я собираюсь с вами лететь. Вы понимаете? Итак, это практическое знание. И об этом здесь и говорится. Давайте прочитаем это следующим образом. Укорененные и утвержденные в любви. И вы можете видеть, как мы начали просто с имени, которое выше всякого имени, и затем шаг за шагом это было дано. И мы верим, что получили это по богатству славы Его, чтобы Иисус и Его помазание могли верою вселиться в наше сердце. Вселиться значит жить там. Оно не просто лежит там праздно. Оно не просто передано туда. Оно живет там. Оно живет там. Оно активно. Живо там. Мы живем верой, поэтому она активна, жива там. Итак, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли иметь практическое знание. Если вы не укоренены и не утверждены в любви, оно прямо там и остановится, потому что это будет порождать ударные взрывные волны, которые будут отбрасывать все назад. Вера действует любовью. Аминь. Если вы не укоренены и не утверждены в любви, ваша вера не работает. А если ваша вера не работает, вы не получите дарованное вам с небес. И что происходит? Вы в конечном итоге откатываетесь к тому уровню, когда вы не имеете в себе корня. И дьявол украдет это из вас. И вас отбрасывают назад. Вы можете видеть, где оно здесь останавливается. И вот мы постепенно подошли к этому, что вы могли иметь практическое знание со всеми святыми. Но брат Коплант, я не святой. Нет, вы святой, если вы рождены свыше. Слово святой было превращено в религиозное слово. Разные церкви по-разному его истолковывают. У них есть определенная традиция на этот счет. И это не проблема. В этом нет чего-то особо неправильного. Но когда вы добираетесь до истины этого слова, библейской истины, тогда вы узнаете, что слово святой указывает на рожденных свыше людей. Просто на людей, которые сделали Иисуса Господом своей жизни. Быть святым означает, что вы были отделены от одной группы и помещены в другую. Это не зависит от того, сколько у вас было чудес и так далее. Святой Нового Завета это человек, который сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Итак, Павел здесь сказал, чтобы вы могли постигнуть, вы могли иметь практическое знание. Если вы укоренены и утверждены в любви и верой, выходите в ней, тогда вы можете, поскольку это предназначено для каждого в теле Христовым, это для каждого святого, это для всех святых, это не только для некоторых здесь, и для одного или двух там, и для кого-то в служении или еще где-то. Это говорится о любом, кто укоренится и утвердится. Когда вы укореняетесь и утверждаетесь любви, вы сможете иметь практическое знание со всеми святыми, что широта, какой она ширины, и долгота, какой она длины, и глубина, какой она глубины, и высота, какой она высоты. Вы можете подумать еще о каком-то параметре. Это вроде все, не так ли? Это все. Какая ширина, длина, глубина и высота. и уразуметь. Это слово «уразуметь» или «узнать» не говорит здесь об умственном понимании. Оно не говорит о школьном знании. Здесь говорится о близких взаимоотношениях. Оно переводится как «близкие отношения». Оно используется в Библии там, где говорится «Адам познал жену свою». Это самые глубокие близкие отношения, которые только можно описать. Именно это нам и пытается здесь сказать. Откуда мы это знаем? Здесь уже сказано «какой ширины, какой длины, какой глубины, какой высоты». И иметь близкие отношения с любовью помазанного. Итак, помните, вы укореняетесь и утверждаетесь в любви. Когда вы предпринимаете шаги для того, чтобы быть укорененными и утвержденными в ней, она начинает работать таким образом, что вы начинаете близко знать, близко общаться со своим спасителем, близко общаться с его помазанием. Это помазание становится настолько реальным внутри вас, что вам иногда кажется, что вы просто взорветесь, если не сможете за кого-нибудь помолиться и высвободить это. Боже мой, где-то находится какой-то бес, так, чтобы я мог дать ход этой силе Божьей и изгнать его. О, говорю вам, иногда я прихожу в такое состояние, готовясь проповедовать, и оно становится просто настолько сильным, оно становится настолько мощным внутри меня, что я думаю, я не дождусь половины восьмого. Боже мой, давай что-то сделаем. Идем, идем. И со временем вы выходите на такой уровень, что вы заходите куда-то, и вы можете его чувствовать. Вы становитесь очень, очень чувствительными к нему. Но если вы не укоренены и не утверждены в любви, оно может ударить вас прямо между глаз, и вы не будете знать, что это. Я видел, как это происходило много раз. Я говорю о прекрасных людях, я не говорю об отратительных людях, я говорю о людях, которые любят Бога, я это видел. И я благодарю Бога за то, что в последние годы я не так много этого видел. Но сейчас большую часть времени я провожу среди вас и таких людей, как вы. И с годами это становится все меньше и меньше. Но помаза не бывает настолько сильным, такое ощущение, что ты просто готов оторвать доски от пола. Оно становится настолько сильным, и в определенные моменты ты в буквальном смысле чувствуешь его запах. Вам бы хотелось знать запах помазания? Что ж, держитесь его и вы узнаете. Нет, нет, все, что я могу вам сказать, это только то, что я переживал несколько раз в определенных ситуациях. Я в буквальном смысле чувствовал запах роз. роз. Я спросил, Господь, что это? Как только я вошел в тот зал, о, я начал искать их. Я начал искать розы. Он был настолько сильным и настолько сладким. У нас есть некоторые натуральные розы, которые не похожи на те розы, которые вы покупаете. Возможно, это экологически чистые розы, да. Наверное, оно так и есть, потому что их семена не смешивают. Когда вы начинаете смешивать семена и мудрить с этими розами, вы теряете аромат. И некоторые люди пытаются лишить их шипов. Вместе с шипами вы лишаете их и запаха. И у нас такие розы растут вдоль дорожки, ведущей к гаражу. И каждый раз, проезжая мимо этих роз, я открываю окна. Ой, я могу чувствовать их запах. Я говорю, Глория, именно такой был запах упомазания несколько раз, когда я в него входил. Первый раз, говорю вам, я искал эти розы. Самый сладкий запах. Где эти розы? Там не было никаких роз. И я подумал, боже мой, я обошел другую часть здания. Я дошел до конца зала. Мне кажется, я никогда не был у главного входа в этот зал. Уже 29-й год мы проводим нашу конференцию в этом зале. Я был у главного входа только раз. И это было несколько лет назад. Я не знал, как он выглядел. Оказывается, они его переделали. По-моему, они два или три раза меняли его вид. Я никогда не видел, как он выглядел раньше. Я дошел до конца этого зала, он не был таким большим. Я дошел до конца его, и до меня дошло. Это была самая замечательная вещь. Помазание Божье было настолько сильным. Оно увеличилось на мне днем, когда я молился, «Я хочу, чтобы вы заканчивали, заканчивайте. Если вы не закончите, я взорвусь». И я шел там. И дело было не в том, что мне хотелось похвастаться проповедью или еще чем-то. Помазание просто увеличивалось и увеличивалось и увеличивалось. И я мог сказать, что я вышел из зала. Тогда я развернулся и пошел обратно. И Глории там тогда не было. Это был один из тех немногих случаев, когда ее там не было. Она где-то служила. Для нас это было очень необычно. Но там был мой отец. И мы шли, я остановился, и я сказал, «Подожди секунду». Я развернулся, вернулся назад, и оно по-прежнему там было. Я сказал, «Папа, иди сюда». Он подошел ко мне. Я спросил, «Ты чувствуешь этот запах?» Он ответил, «Да, немного». Я спросил, «Запах чего он тебе напоминает?» Он ответил, «Ну, похоже на запах роз, не так ли?» Я сказал, «Да, что-то похожее». Аминь. Мы пошли дальше. В тот момент это было чудом и знамением. Что такое чудо и знамение? Это заставляет вас удивляться. И чудеса и знамения не приносят веру. Не думайте, что они ее приносят. Они заставляют вас удивляться, а удивление это не вера, но оно открывает двери для веры, как тот хромой, сидевший у красных дверей храма. Пошел храм, люди были полны удивления. Петр проповедовал Слово Божье, и они исполнились верой. Я думал, что вам будет интересно это знать. И я пошел в конец зала, обошел его, и я просто ждал, когда подойдет мое время выйти на сцену. Я поднялся и вышел на сцену, и оно просто искупало меня в нем. Я спросил, Иисус, что это? И я начал служить людям, и этот запах пару раз появлялся во время молитвы за людей, вышедших вперед к сцене. Поэтому я продолжал спрашивать Господа, Господь, что с этими розами? Это что-то в духе? Не похоже, чтобы это было в естественной сфере. В первую очередь, я чувствую это в своем духе, и уже затем это затрагивает мои физические чувства. И дух Божий сказал, просто мимо тебя прошла роза саронская, и ты почувствовал запах его благости. Я сказал, вернись сюда, вернись сюда. Я переживал это несколько раз, не так часто, но хвала Господу. Это заставляет вас возвращаться, и это также хранит ваш нос чистым, скажу вам. Вы хотите оставаться готовыми, в состоянии готовности. Что ж, это часть этого. Вы приходите к тому, что становитесь очень чувствительными к нему. Я бывал на собраниях, где помазание было настолько сильным, оно просто может сбить вас с ног. Я вспоминаю сейчас одно собрание. О, сила Божия для исцеления. Она была настолько сильной, что люди просто качались под ней и падали на пол. Было столько мощи и силы в духе. На какой-то момент все затихло. Наступила тишина. Тишина. будет приходить глубина этого. Если только кто-то не подпрыгнет и не начнет петь или еще что-то делать, мы должны здесь что-то делать, мы не можем позволить, чтобы стояла тишина. Вы когда-нибудь это замечали? Я видел, как это происходило неоднократно. И это помазание начинает подниматься и улетает как птица из окна. Это является результатом отсутствия укоренения и утверждения в любви Божьей. Поэтому вы не понимаете Бога. Как следствие, у вас нет взаимоотношений с этим помазанием. И поэтому вы не понимаете, как оно работает. И вам кажется, что то, что вы делаете, это просто замечательно. О, мы пели эту песню вчера, и люди спасались. Интересно, почему они не спасаются сегодня? Дело было не в песне, дело было в помазании. Если Бог сказал вам петь эту песню вчера, значит, вероятно, именно поэтому и пришло помазание. Но когда вы пытаетесь петь ее каждый раз, потому что это произошло, когда вы пели эту песню, в 9-ти случаях из 10-ти вы будете бить мимо цели, потому что вы думаете, что это делает ваша песня. А откуда это приходит? Вы не постигли. Мы пока не дадим вам управлять самолетом. Вы все еще спотыкаетесь на ступеньках на трапе. Вы пока еще не разобрались, как открывать и закрывать дверь. А уж тем более мы не дадим вам управлять самолетом. И посмотрите дальше. Иметь близкое знание любви Христовой, любви помазанного, превосходящую знание. И вы начинаете понимать определенные вещи, которым вы не научились от людей. Вы начинаете понимать определенные вещи, которым вы учитесь от самой любви. Вы начинаете постигать самого Бога. Бог есть любовь. Вот кто Он. Это не что Он, а кто Он. Господь, мы благодарим Тебя сегодня. Мы приходим перед Твоим Словом с ожидающим сердцем. И мы благодарим Тебя за Него. И во имя Господа Иисуса Христа. Мы высвобождаем сегодня нашу веру, чтобы слышать с небес. Мы высвобождаем сегодня нашу веру в Твои слова в отношении Духа Святого как нашего Учителя. Ты обещал, что если мы будем пребывать в Твоем Слове, мы познаем истину, и истина сделает нас свободными. И сегодня мы снова продолжаем пребывать в Твоем Слове. Мы пребываем в Нем, мы остаемся в Нем, и мы живем в Нем, и это сама наша жизнь, и вера приходит от слышания, слышания от Слова Божьего, и мы живем нашей верой. Поэтому сегодня мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Мы благодарим Тебя за то, что ни один человек не уйдет с этого места, ни один человек, который смотрит эту передачу по интернету или по телевизору не останется после этого служения тем, кого не коснулось, кому не послужило Слово Живого, Всемогущего Бога, и мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте обратимся к четвертой главе Евангелия от Марка. И мы отметим там для себя кое-что. что Иисус сказал в притче о Сеятеле, сеящем Слово. И мы дойдем до 14-го стиха, где Он объяснял ее своим ученикам. Итак, помните, Он сказал, если вы сможете понять эту притчу, вы сможете понять их все. Вы сможете понять Царство Божие, вы сможете понять все притчи в Слове Божьем, вы сможете понять образ мышления Бога, вы сможете понять, как это работает. Сеятель Слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит Сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянное. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются или обижаются. Они не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или давление, или гонение за Слово, тотчас соблазняются или обижаются. Ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу и спросили, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» И Иисус сказал, вы помните, о чем Он проповедовал? Куда бы Он ни шел, Он проповедовал. «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Он проповедовал это везде, куда бы Он ни шел. Потом Петр повторил это в доме Корнилия, сказав, «Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета?» И Он сказал, что это стало известным по всей Иудее. Проповедь мира через Иисуса. Поэтому Он проповедовал это везде, куда бы Он ни шел. «Ду Господь на мне, ибо Он помазал меня». Это взято из 61 главы книги Исаия. И в конце перечисления всего, что Иисус был помазан делать, говорилось, «Он проповедовал лето Господнем благоприятное». И в этом Он проповедовал благословение Авраама. И, отвечая на вопрос учеников Иоанна, «Ты ли тот?» Он сказал, «Что ж, посмотрите, нищим проповедуется Евангелие. Хромые ходят, слепые видят». Другими словами, работает помазание или нет? Понимаете, именно это и означает слово «Мессия» «помазанный». «Мессия» это «помазанный». Если перевести его на греческий, то вы получите слово «Христос». Что ж, вам нужно перевести его на русский язык. Если вы собираетесь говорить по-русски, вам нужно перевести его на русский. Аминь. Вместо того, чтобы просто называть его «Христос», я имею в виду, что вам нужно видеть, о чем он здесь говорит. Другими словами, он сказал, помните, для меня бы это прозвучало таким образом, если бы он сказал «Это мне», и я бы сказал «О, да, 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 именно об этом пророчествовал Исаия, что Мессия, что Мессия, помазанный, придет и будет проповедовать Евангелие нищим, потому что Дух Господень будет на нем, он будет помазан, и так далее». Я бы сказал, «О, да, это то доказательство, которое нам нужно искать, не так ли?» И послушайте следующую фразу, послушайте. Иисус сказал, «И блажен, или благословлен, кто не соблазнится о Мне или не обидится на Меня». Обида является прямым врагом помазания. Она будет сразу же его останавливать. Знаете почему? Она основана на страхе. Обида приходит от страха, а обида зависит от страха. Для того, чтобы она работала, требуется страх. И, как Иисус сказал, это является следствием того, что они не имеют в себе корня. И вы можете проследить все остальное. Все пять оружий, которые использует сатана. все они зависят от страха. Все они вращаются вокруг обиды. Все они являются нарушением заповеди любви. Вы не можете ходить в любви и делать это. Вы не можете ходить в любви и обижаться на кого-то, потому что любовь не принимает во внимание причиненное зло. Она не обращает на него никакого внимания. Она просто все равно продолжает любить. Она не обращает на это никакого внимания. Если вы предпримите что-то в отношении этого, все остальное встанет на свои места. Забота этого мира нисколько не будет вас беспокоить, если вы разберетесь с этим корнем. Если вы сможете укорениться, если вы сможете избавиться от этого каменистого места, когда корни не уходят глубоко, тогда дьявол не сможет применить против вас и остальные четыре оружия. Хвала Господу. И давайте обратимся к посланию к Ефесянам к третьей главе. И посмотрим на эту удивительную молитву. Это одна из тех молитв, которыми мы молимся за наших партнеров. И именно поэтому я и указываю это местописание. В конце каждого своего партнерского письма я указываю небольшой список мест писания. Я указываю там послание к Ефесянам три с четырнадцатого по двадцатой стихи, чтобы напомнить вам о том, чтобы вы вернулись и прочитали его. И не просто читайте его. Молитесь им. Очень полезно, когда вы много и молитесь и знаете всю эту молитву наизусть. И все равно полезно, когда вы возвращаетесь и питаетесь ею. Держите ее перед глазами и питаетесь ею. Четырнадцатый стих. Для сего преклоняю колено мои предотцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого... О, да, Господь, спасибо тебе. Я надеялся, что ты позволишь мне это сделать. Я не собирался останавливаться, упомянуть об этом, но Господь вдохновил меня это сделать. Слава Богу, мне это так нравится. Возможно, вам стоит кое-что для себя здесь пометить. Для сего преклоняю колено мои предотцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Дух Господень говорил нам об этом буквально несколько минут назад. Поэтому, понимаете, вы не просто именуетесь от Иисуса, вы именуетесь с Иисусом от Отца. Я подумал, что вам это может понравиться. И его имя выше всякого именуемого имени, как в этом мире, так и в грядущем. Аллилуйя. додаст вам для сего преклоняя колено мои, додаст вам. Поэтому примите это прямо сейчас. Прямо сейчас примите ваш небесный дар. У меня есть дар с небес. Он мой. Это разъяснено прямо здесь. У меня есть дар с небес. Поэтому мне принадлежит все, о чем мы будем читать в этой молитве. Поскольку у меня есть дар. Вот мой небесный дар. Прямо здесь. Да даст вам по богатству славы своей. Не по вашему лишению славы. Люди использовали эту часть этого стиха в послании к римлянам. Потому что все лишены славы Божьей. они вырывают это из контекста и поступают так, как будто это справедливо в отношении рожденных свыше людей. Нет. Все были лишены славы Божьей, но Он не оставил вас лишенными ее. Понимаете? Вот оно. Прямо здесь. Аминь. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Укрепиться силой, которая является данной богом способностью осуществлять все возможное и невозможное. Божья сила и способность Духа Святого. Так что примите это. Я принимаю силу и укрепление в моем внутреннем человеке. Я принимаю укрепление его силой, его духом в моем внутреннем человеке. «Чтобы Христос» хорошо, давайте здесь остановимся. Давайте переведем и поразмышляем. «Чтобы Христос помазанный и его помазание мог верою вселиться в сердца ваши». мы знаем, что мы говорим о том, чтобы сам Иисус верой жил в нашем сердце. Но здесь этот стих делает акцент на помазании. И вы не можете говорить о помазании, не говоря о помазанном. Но вы не можете говорить о помазанном, не говоря о помазании. Именно помазание. Помните, Писание говорит в книге Исаии, «Слово Божие говорит, что помазание Божие это снимающие бремена, уничтожающие ермо сила Божья». Помазание, которое снимает бремена, то есть проклятие, и уничтожает ермо. Фактически, вы можете найти в Библии, что о проклятии говорится как о железном ерме. О нем говорится как о бременах. Он снимет это бремя с твоих плеч помазанием и уничтожит ермо вокруг твоей шеи. Уничтожит его. Не сломает его, а уничтожит его. Полностью его уничтожит. Так что дьявол не сможет его использовать. Итак, помазание, снимающие бремена, уничтожающие ермо, сила Божья. Это часть главного благословения, которое удаляет проклятие. Когда главное благословение приводится в действие, помазание приготавливается к тому, чтобы удалять проклятие. И помните, целью главного благословения с самого начала, когда Бог высвободил его на Адама, было увековечивать Эдемский сад, наполнять землю, наполнять ее этим садом. Это было его работой. И она так и не изменилась. Бог никогда не изменяется. Это по-прежнему является его целью. Поэтому подумайте об этом следующим образом. Ему нужно было зачем-нибудь помазание? Нет. Не было никакого времени и не было никакого ерма. Разве не так? Была ли в Эдемском саду какая-либо смерть? Нет. Пока Адам не пал. Грех пришел в мир и с грехом смерть. И теперь мы знаем, что рождение свыше, которое дает жизнь тем, кто согрешил, является частью главного благословения. Но именно помазание Божье удаляет смерть. Вы понимаете это? Была ли в Эдемском саду какая-либо немощь или болезнь? Нет. Если бы немощь и болезнь были волей Божьей, их было бы полно в Эдемском саду. Нет, там не было никакой немощи или болезни. Поэтому служение исцеления Иисуса искупает нас от проклятия. И Глория упоминала на школе исцеления о книге Второзакония 28-61, где говорится, что всякая немощь и болезнь, даже не записанная в этой книге Закона находится под проклятием. Поэтому все немощи, все болезни находились под проклятием. И служение исцеления Иисуса искупает нас от проклятия Закона. Чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса могло распространиться на остальных нас, это служение исцеления является частью главного благословения. И что делает помазание? Удаляет немощь и болезнь. Поэтому это часть главного благословения, которое удаляет проклятие. И вам действительно нужно это помнить, потому что вы тело Христа. Это помазание на вас. Это помазание в вас. Вам не обязательно быть апостолом, пророком, пастором, евангелистом или учителем для того, чтобы на вас было это помазание. Вы спросите, брат Копол, вы хотите сказать, что на мне пребывает тот же самый вид помазания? Да, если вы будете слушать Бога, Он побудит вас стать партнером с кем-то, у кого оно есть. И тогда, если вы благословляете Авраама, вы получаете то же самое благословение, что и Авраам. Если вы благословляете Иисуса, вы получаете то же самое благословение, что Иисус. Во-первых, для этого партнерство существует. Аминь. И смотрите, дабы это помазание могло верой вселиться в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Укорененные. Иисус сказал, что те люди не имели в себе корня. Вот эти корни. Если вы укореняетесь и утверждаетесь любви, вы не обижаетесь. Вы не боитесь тех забот, которые обрушиваются на этот мир. Почему? Совершенная любовь изгоняет страх. Они просто не работают над вами. И смотрите дальше. Могли иметь близкое знание любви Христа, любви помазанного, которая превосходит знания. И вы начинаете понимать какие-то вещи, которым вы не научились от людей. Вы начинаете понимать какие-то вещи, которым вы учитесь от самой любви. Вы начинаете постигать самого Бога. Бог есть любовь. Вот кто Он. Это не что Он, а это кто Он. Брат Копун, вы не можете понять Бога. Вы можете, если Бог учит вас. Вот Его цель. Вот что Он намерен делать. Дабы вам исполнится, наполнится всей полнотой Божьей. Слава Иисусу! Наполнится всей полнотой Бога. Библия говорит, вы исполнены полнотой Божества. Вы не осознали, что в Божестве есть человек? И Он Тот, Кому была дана вся власть. Он не какой-то чуждый человек. Он рожденный свыше воскресший человек, и Его зовут Иисус. Он первый рожденный из мертвых. Аллилуйя! Он ваш брат по Кровному Завету. Он кость от кости вашей и дух от духа вашего. И Он имеет всю власть. Он командует. Аллилуйя! Воин всех воинов и друг всех друзей. Аллилуйя! Слава Богу! Это так здорово! А тому Кому! Кому? Тому всей полнотой, которого вы наполнены, кто действующий внутри нас силы может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Не где-то там, где вам нужно петь, пока он туда не придет, кричать, пока он туда не придет. Он прямо там внутри вас, прямо там внутри вас. Итак, становясь укорененными и утвержденными. Здесь есть несколько шагов. Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы открыли свои Библии на 4-й главе 1-го послания к фессалоникийцам. Пожалуйста. С 9-го по 12-й стихи. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Нет необходимости, чтобы кто-то постоянно писал вам и проповедовал вам. Вам это не нужно, чтобы знать, что вы должны любить друг друга. Все, кто рожден свыше, знают, что они должны любить друг друга. Почему же они этого не делают? Потому что для вас это никогда не стало заповедью. Я могу сказать вам почему, чтобы вы могли что-то на этот счет предпринять. Не так уж трудно узнать, почему. И как только вы понимаете, Петр сказал следующее. Не закрывайте это место, потому что нам нужно будет сразу же к нему вернуться. И откройте вместе со мной третью главу второго послания Петра. Второе Петра 3. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Скажите, он напоминанием возбуждает мой разум. Я напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Задумайтесь об этом. он собирается напомнить вам о том, что вы определенно помните. Но сейчас вашу память необходимо возбудить. Что это означает? Оно отошло куда-то на задний план. И этому нужно выйти сюда вперед. Этому нужно выйти на передний план. И заметьте следующее. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, данную нам апостолами. Что он нам заповедал? Разлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоими крепостью, и ближнего твоего, как самого себя. И любите друг друга, как я возлюбил вас. И вы знаете это. А теперь вернемся к 4-й главе 1-го послания к фессалоникийцам. А братолюбию же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Так в чем же проблема? Это не находится на переднем плане вашей памяти. Если вы продолжаете нарушать эту заповедь снова, снова и снова, вы придете к тому, что охладеете к ней. Если вы нарушаете ее в какой-то отчаянной драке, вы покаетесь в этом. Но есть много разных вещей, которые идут вразрез с этой заповедью, точно так же, как и отчаянная драка. И вам никогда и в голову не приходило покаяться в этом. Какое-то колкое сказанное слово или что-то в этом роде. Итак, что же нам делать? Мы должны возбуждать свою память, что это заповедь. Возбуждать ее. Как вы это делаете? Постоянно думая о ней и постоянно говоря о ней. Вы размышляете над ней, и вы говорите о ней, вы говорите о ней, и вы размышляете над ней. Вы изменяете свой образ мышления с распри и проклятия на то, чтобы быть укорененными и утвержденными в любви. Я во имя Иисуса решительно настроен быть хорошим управляющим заповедью любви. Точно так же, как я был в армии. Говорю вам, они не ждали три месяца, чтобы дать нам наставление и установку. Вы должны слушаться приказов или умереть. Понимаете? Это было сказано в первый же день, прямо посреди ночи. И я подумал, ну, конечно же, они дадут нам лечь в кровать. Вы шутите? Можно подумать, что они вообще не спят. Они начали наставление прямо в три часа ночи. И они сразу же говорили об уставе армии, они сразу же говорили о распорядке дня и обо всем остальном. А мне так хотелось спать. У меня закрывались глаза. Они говорили мне о подчинении приказам. И планируется, что мы будем послушны Иисусу. Именно поэтому это и является заповедью. И когда вы приходите к этому и возбуждаете, возгреваете себя в отношении этого, я не приму от себя никаких оправданий, чтобы нарушать заповедь любви. Я не собираюсь этого делать. У вас могут быть реальные причины, но либо устраните их, либо игнорируйте их. Аминь. Как вы игнорируете реальную причину нарушить заповедь любви? Вы возлагаете заботу об этом на главнокомандующего. Скажите, Господь, знаешь, это выглядит не слишком хорошо, но скажу тебе прямо сейчас, я не нарушаю твои приказы, поэтому я передаю это тебе. Ты можешь делать с этим все, что ты хочешь. Мне отпущение, я вас дам, говорит Господь. И что касается меня, этот вопрос закрыт. И Он возьмет это. Он тот, кто берет ваши заботы. Он возьмет ваши заботы. Итак, давайте посмотрим дальше. Помни об этом, давайте прочитаем это местописание. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Вы уже это делаете. Вы знаете это, и вы делаете это. Я обращаюсь не к тем людям, которые никогда не любят друг друга. Многие из вас много это делают, даже сами того не осознавая. Но в то же время у вас есть некоторые неприятные привычки. Вы делаете некоторые вещи в этой сфере, и вы этого не осознаете. И поэтому, что нам нужно делать, и о чем мы здесь сегодня говорим, это об укоренении и утверждении. Мы вкапываем корни, мы собираемся утвердить это, закрепить это, все равно, что залить это бетоном. Вкопайте это и утвердите навеки. Аминь. Есть определенные вещи, которые должны будут быть удалены из нас. Мы просто будем держаться этого до тех пор, пока все это не уйдет. Аминь. Итак, первый шаг это верить любви. Мы не будем открывать это место. Я просто напомню его вам. Слово Божие говорит в первом послании Иоанна, что мы познали и уверовали в любовь, которую имеет к нам Бог. Мы познали и поверили ей. опять-таки, здесь слово познали означает быть в близких отношениях с любовью Божьей. Это то, что с вами произошло, когда вы родились выше. Вы познали ее. Но теперь вам нужно верить ей. Вам нужно развивать свою веру в тот факт, что Бог любит вас. И он продолжает дальше. Из его уст исходит не что иное, как только то, что нам нужно развиваться, совершенствоваться, возрастать. Разве он не сказал совершенствоваться в ней? Разве он не сказал совершенствоваться в любви? Это был апостол Павел. А апостол любви Иоанн назвал это совершенной любовью. Это развивающаяся, совершенная любовь. Это вера любви изгоняет страх. Страх не может рядом с ней находиться. Она не просто побеждает его, она изгоняет его. Есть разница. Я имею в виду, что даже в естественном мире вы можете справляться со страхом. Вы можете справляться со страхом с помощью тренировок и обучения. Я вижу, как пилоты постоянно это делают. Мы же не говорим о том, чтобы справляться со страхом. Наше обучение в Слове Божьем не справляется со страхом, оно его изгоняет. Вы можете справляться со страхом. Возьмите, к примеру, человека, который зарабатывает на жизнь участием в Родео. Я не знаю, почему кому-то может хотеться это делать, но некоторым людям хочется, и они зарабатывают этим на жизнь. Они делают это постоянно, и им это нравится. Я не хочу этого делать. Почему мне должно хотеться сесть на весящее под тону животное, чтобы кто-то колол его, причиня ему боль, а потом выпускал его вместе со мной из загона. Нет, большое спасибо, у меня есть идея получше. Но некоторым людям это нравится. Что ж, хорошо, вперед, я буду смотреть, как вы будете на них ездить. Мне нравится смотреть, как вы на них ездите. Слава Богу, аминь. Я знаю некоторых абсолютных чемпионов Родео. Понимаете? Этот бык фактически нисколько его не пугает. Почему? Этот человек обучен и натренирован. Он достиг такого уровня, когда это животное совершенно его не пугает. Он берет над ним власть, или надеется ее взять. И вот этих несколько секунд ковбой пытается удержаться на спине быка. Даже если бык его сбрасывает, ранит его, он не обращает на это никакого внимания. Он ждет следующий Родео. Но по дороге туда, садясь в свой грузовичок, он сильно беспокоится о своих финансах, или о своей семье, или о чем-то еще. Поэтому в нем по-прежнему есть страх. Понимаете, он справился с ним в том, что касается быка, но этот страх просто разрывает его на части в том, что касается его финансов. Мы говорим о том, чтобы изгнать страх. И когда вы совершенствуете любовь, а как вы это делаете? Вы обращаетесь к месту Писания, где Иисус говорит, «Бог, покажи им, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня». Вы берете это, вы принимаете эту любовь. «Это мое, он любит меня так же сильно, как он любит Иисуса». Вы начинаете размышлять над этим, вы начинаете говорить об этом, вы думаете об этом, «Он любит меня так же сильно, как он любит Иисуса». Вы размышляете над этим, вы ходите по комнате, думая об этом, вы воздаете Богу славу за это, вы слушаете запись этой проповеди об этом, вы возвращаетесь к этому снова, снова, снова и снова. И когда приходит мысль, «Ну, Бог никогда не мог меня любить», это видоизмененная Библия, это религия, сразу же отбросьте это, удалите это из своей жизни. Это основано на страхе, и это убьет вас. Но мы говорим о любви Божьей. И чем больше это созидается в вас, вы укореняетесь и утверждаетесь в этом так, что здесь, в первом послании Иоанна, говорится, «Боящийся несовершен в любви». При первом признаке беспокойства, при первом признаке страха, при первом признаке... Интересно, что мы будем делать? У вас работала сигнализация, у вас на приборной панели загорелась красная лампочка, говоря, «Эй, бери за дело, бери за дело, удали это, удали этот страх!» Удали это, удали. Страх, 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 страх. Не ждите до следующей недели. Выведите это с заднего плана на передний план. Я тот, кто прощает. Я не тот, кто осуждает. Я возлюблен Богом. Я люблю Его. Его любовь совершенствуется во мне. И Он любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. И я знаю, что Он любит меня. Бог никогда не допустит, чтобы Иисуса на шоссе закончился бензин, просто потому, что у Него не хватило денег на бензин. Он превратил воду в вино. Поэтому даже если придется залить вино, ваш бензобак, вы сможете добраться до дома. Вы никогда не ограничены, если вы будете ходить в любви. Хорошо. Давайте поговорим об этом. Мы должны изменить свой образ мышления. Как вы это делаете? Вы обращаетесь к другому источнику. Вы берете эту мысль и говорите ее. Вы принимаете решение. Я думаю так, а не по-старому. Давайте откроем второе послание к Тимофею. Первая глава второго Тимофея. И прочитайте пятнадцатый стих. Ты знаешь. Апостол Павел пишет личное письмо Тимофею. «Ты знаешь, что все Ассийские оставили меня, числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Он не стыдился того факта, что меня сажали в тюрьму». Все Васи отвернулись от него. Все. Там не было никого, кто бы с ним остался. Это печальное примечание. Почему? Они не были глубоки или укоренены в любви. Они должны были любить его. Что бы он ни сделал, если он украл все деньги в церкви и попал за это в тюрьму, вы не бросаете человека за что-либо подобное. Вы молитесь до тех пор, пока не вытянете его и не поможете ему исправиться. С небольшой помощью он может превратиться в самого сильного человека. Слово Божие говорит, вы духовные восстанавливаете. «Ну, брат Копланд, мы в нашей церкви этого не делаем». Это потому, что вы не духовные, вы просто набожные. Хотите, я скажу вам, почему большинство, возможно, не все, но большинство, почти все деноминации зародились в разгар пробуждения, в разгар излияния от Бога. Почти все они. Знаете, почему организовалось большинство из них? Чтобы у них была база правил. Так, чтобы они могли выгонять нежелательных лиц. И они начали их выгонять. И у них начались проблемы. Они не были укоренены и утверждены в любви. Дьявол мог обмануть их почти во всем. Посмотрите на это. «Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Вот был человек, который искал его и нашел. Он не стыдился Павла за то, что его посадили в тюрьму. Он искал его и нашел его. И понимаете, наш естественный образ мышления, наш праведный образ мышления следующий. «Ну, если кого-то посадили в тюрьму, на то, должно быть, была какая-то причина. Поэтому, знаете, ну, я, Боже, знаете, мы, конечно, любим этого брата». Вы лжете. Любовь может и есть, но вы ее не применяете. Аллилуйя. И давайте закончим следующим. Вы должны продолжить изучать это. Но как я прихожу к тому, что это укореняется и утверждается во мне? Скажите следующее. «Я верю любви». Говорите это очень вдумчиво. «Я верю, что она во мне сейчас». Помните, что Слово Божие говорит в первом послании Иоанна? Откройте его. Мы будем поступать на основании этого. Я мог процитировать его вам, но вам нужно видеть это, питаться этим, а не просто вспоминать, что там говорится. Не вспоминайте вкус картошки. Ешьте ее. 15 стих, 1 Иоанна 4, 15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Аминь. Вы верите, что Иисус есть Сын Божий? Скажите это громко. «Я верю, что Иисус есть Сын Божий. Я верю, что Он любит меня. Он пребывает во мне. Я пребываю в Нем. Я пребываю в любви. Любовь пребывает во мне. Я верю любви. Я верю, что она во мне сейчас». Скажите это еще раз. «Я верю, что она во мне сейчас». Скажите это так. «Я верю, что Он во мне сейчас». «Я верю, что Он во мне сейчас». Кто Он? Любовь. Итак, я верю любви Я верю, что она во мне сейчас Я верю, что она никогда не терпит поражения Это Писание, не так ли? Любовь никогда не терпит поражения Итак, вы верите, что Иисус есть Сын Божий Слово Божие говорит, что если вы в это верите, Он пребывает в вас И Слово Божие говорит, что Он есть любовь И что Он никогда не терпит поражения Да, но не начинайте мне сейчас ваши эти дано Дано это признак неверия Да, но что если является четырьмя самыми опасными словами в жизни Да, но что если, как я вам уже говорил, уберите с дороги свое дано Уберите это Аминь Я верю любви Скажите это Я верю, что она во мне сейчас Я верю, что она никогда не терпит поражения Я верю, что это сам Бог Я верю, что я всегда думаю о том, что внутри меня живет любовь Божья Именно это вам и нужно развивать Я постоянно думаю о том, что внутри меня живет Бог Что внутри меня живет любовь Где бы они были Способствую ли я процветанию людей Я тот, кто прощает Я не тот, кто осуждает Я люблю Я всегда думаю о людях Бог всегда думает о людях Я всегда думаю о людях Люди намного важнее, чем мой дом, моя машина, мои деньги Моя жизнь Люди это Бог, а Бог это люди С Рождеством, Мэй Каннета, Глория Копланд Это передача «Победоносный голос верующего» С Рождеством, Глория С Рождеством, мой дорогой Пусть Бог тебя благослови, дорогая Ты благословляешь меня Вот уже Это рождественский подарок для меня Через несколько дней будет вот уже 48 лет Слава Богу Каким рождественским подарком ты являешься Для моей жизни У нас есть некоторые очень хорошие вещи Которые мы хотели бы сказать вам сегодня о Рождестве И в чем в действительности вся суть Прежде всего Я хочу прочитать вам это местописание в Евангелии от Иоанна 3.16 И я слышал, как Господь настолько ясно сказал Все знают этот стих И никто не знает этот стих Это стало чем-то настолько привычным Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную И люди даже понятия не имеют, о чем они говорят Поэтому Когда вы смотрите на Него Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечную Жизнь самого Бога Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир Но чтобы мир спасен был через Него Слава Богу! Аминь Был освобожден от всей боли и проклятия Иисус был сделан проклятием за нас Вот почему мы празднуем Рождество с даянием Это величайший акт сострадания, когда-либо имевший место на земле Он так возлюбил, что отдал Само главное благословение в Эдемском саду Бог насадил сад И затем Он сотворил Своего человека и поместил его туда Человеку даже не нужно было насаждать этот сад Бог поместил его в него И он благословил его И дал ему все, что у него было Задумайтесь об этом И затем Адам отдал его Он его не насаждал, он отдал его Отдал его сатане, врагу Бога Отдал Он потерял ее И Иисус пришел и вернул его обратно Он вернул главное благословение И помните, Бог благословил Адама Он промотал это благословение Бог благословил Ноя и его сыновей Это были Сиим, Хам и Афет Хам и Афет сделали то же самое, что и Адам Они промотали это благословение И то, что они сделали, создало вавилонскую систему финансов И медицины И всего остального Все, что человек задумал, чтобы восполнять свои нужды без Бога Искать и быть своим собственным благословением Вылилось в эту систему И она по-прежнему сегодня здесь Именно поэтому банки терпят неудачу Именно поэтому правительство терпит неудачу Именно поэтому люди терпят неудачу Бог никогда не совершал неудач за все свое существование Их совершают люди Эта система подрывает саму себя Умирает и разваливается на части И через Иисуса нам была дана Эдемская система Дабы мы не погибли, но имели жизнь вечную Она есть у нас здесь А не после того, как вы попадете на небо Небеса дали ее земле Аллилуйя А теперь Слава Богу Давайте посмотрим здесь еще кое на что Я хочу, чтобы вы вернулись к Евангелию от Иоанна Мы читали третью главу И давайте обратимся к 16 главе Извините, к 17 главе Евангелия от Иоанна Это прямо перед тем, как Иисус пошел на крест Он здесь молится Это то, что известно как последняя вечеря По сути, это только была последняя вечеря Его земного служения Это было началом нашей вечерей хлебопреломления Это не закончилось Просто на время оно перешло в другие руки И Иисус начал молиться И Он молился этой молитвой за тех, кто окружал Его Но послушайте 20 стих Не о них же только молю Но и о верующих в Меня по слову их И прямо или косвенно Каждый христианин на этой земле И на небе Уверовал в Иисуса По слову этих людей Которые были в ту ночь там, за которых Иисус молился Это означает, Глория, что Он молился за тебя и за Меня Ибо так возлюбил Бог мир, что пришел Иисус Поэтому Он молился за всех, кто когда-либо уверует в Него И мы приходим к 26 стиху Я открыл им Иисус здесь обращается к небесному Отцу Вы знаете, что Он говорит вере Потому что невозможно угодить Богу без веры А Он совершенно угодил Отцу Он молится в вере Сегодня это так же живо, как и в тот день в той горнице Где совершалось это вечеря Слава Богу Я открыл им имя Твое И открою Да любовь, которой Ты, Отец, возлюбил Меня, Иисуса В них будет В них Да любовь Слава Богу Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисус сказал Я высвобождаю свою веру Я иду на этот крест Я сделан проклятием за них, чтобы любовь То же самое сострадание То же самое благословение То же самое излияние себя Бог есть любовь Могли прийти и жить в них И дать им власть использовать это так, как я использовал это в моем служении на этой земле Благословение Господне Чтобы благословение Авраама распространилось на язычников На народы На мир Вот откуда взялось это название Те два брата Хам и Иофет, которые промотали это благословение Они стали теми, кто известен как язычники Они стали теми, кто известен как народы Все те, кто отделен от Бога и отказываются воссоединяться Итак Бог так возлюбил мир Он открыл двери для них Это так чудесно Именно поэтому мы и празднуем его приход Именно поэтому Евангелие названо Благой Вести Это Благая Весть Главное благословение Сказано, что он проповедовал Евангелие Аврааму, говоря В тебе благословятся народы И это благословение, которое является спасением Крещением Духом Святым Дарами Духа Финансовым процветанием Служением исцеления Иисуса Все это Главное благословение в действии Евангелие в действии Его воскресение из мертвых было посредством силы этого благословения Главное благословение Это наивысшее выражение И высвобождение власти небес На этой земле вовеки Аллилуйя Поэтому каждое исцеленное тело Каждый воскресший из мертвых Сам Иисус Всей силой было Так возлюбил Бог мир Любовь, сострадание самого Бога Текущее в этот мир Находится в вас и во мне Именно поэтому мы должны воздавать Богу Мы так благодарны Аллилуйя И все, что нам нужно сделать, это принять эту любовь Поверить ей и принять ее Вы можете отвергнуть ее и не принять Но если вы просто примете ее Вы можете принять ее И никогда не использовать ее Я совершенно уверен, что именно об этом и говорил Иоанн в первом Иоанна Он сказал Мы познали и уверовали в любовь Которую имеет к нам Бог Бог есть любовь Я принимаю ее Я верю ей И вы должны развивать свою веру в нее Потому что весь мир думает, что ее не существует Но она существует И она здесь И он здесь Именно поэтому мы это и празднуем Понимаете? Мы празднуем этот факт Спасибо, Господь И это заставляет это возрастать внутри вас И во всем своем рождественском даянии научитесь следующему Все и все свои семена в этом новом году Помните следующее Это дающая любовь То же самое сострадание Находится во мне И я применяю его Я ищу тех, кому я могу дать Тех, кого я могу благословить Это благословение Господне Оно обогащает Я здесь, чтобы делать людей богатыми Я здесь, чтобы помогать людям быть здоровыми Я здесь, чтобы следить за этими вещами Я слышал, как люди говорят Вы просто пытаетесь вести себя как Иисус Ну, наконец-то Вы это поняли Я не пытаюсь использовать это Он нисколько не теряет своего величия и власти Когда мы принимаем его слово и проповедуем его во имя его Когда мы представляем права на то, что является нашим в нем Это не преуменьшает его величие Нет, это делает его величие еще большим Я хочу, Глория, обратиться к 20 главе Евангелия от Иоанна Иисус сделал следующее заявление Опять-таки Он обращается к тем же людям Это уже после того, как Он воскрес из мертвых Он обращается к тем же самым людям Которые были на той вечере Поэтому Он по-прежнему молится и обращается к тем же людям К тем, кто там был И ко всем тем, кто в будущем верует в Него по слову их Что ж это мы И Он снова им говорит И помните, Он уже провозгласил здесь в 17 главе Евангелия от Иоанна Что Он делает это не только для этих апостолов Нет, 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 конечно Нет апостолов, подобных им Есть апостолы, и тогда и сейчас В Новом Завете есть 24 апостола Но это были апостолы Аганца И они являются основанием, на котором построено тело Христова Они часть самого камня Они слышали, как Он говорил Да, и они Послушайте Мы не пытаемся занять их место Мы пытаемся занять наше место Но благословение то же самое Главное благословение то же самое Любовь та же самая Имя Иисуса то же самое, слава Богу Нам нужно понимать и осознавать это Так и Я посылаю вас И на вас есть то же самое помазание Если Он призывает вас заниматься автомобильным бизнесом Если Он призывает вас быть юристом Если Он призывает вас расти детей Призывает вас быть пастором церкви Призывает вас ехать в другую страну Что бы там ни было Если вы узнаете Его совершенный план для вашей жизни Главный план Вы слышали, как Глория учила и проповедовала об этом Вы слышали, как я говорил, учил и проповедовал о нем Когда вы попадаете в этот поток того, кто вы И что вы призваны делать? Вы начинаете течь в этом. У вас есть то же самое помазание, что и у Иисуса. Та же самая сила, чтобы благословлять. У вас есть столько же силы, чтобы ходить в нем, в том, к чему вы призваны, сколько ее есть у нас в нашем призвании. Единственная разница лишь в том, что вы призваны делать то, что Он призвал вас делать. Там, в этой вавилонской системе, как свидетели Ему. А мы призваны помогать совершенствовать вас и снаряжать вас для этого, и в этом вся разница. И когда вы являетесь партнерами с нами, а мы партнерами с вами, о, слава Богу, все тело Христово функционирует в действии и с возложенным на нас тем же самым поручением, которое было на Иисусе. Давайте посмотрим, что Бог призвал его делать. Мы не хотим просто что-то здесь выдумывать. Давайте найдем это в Писании. У вас все должно подкрепляться Писанием. Никогда ничего не начинайте просто потому, что вам кажется, что так оно и должно быть. Нет. Мы говорили об этом. Мы говорили об этом перед началом передачи. Глория говорила о наших чашках, и она сказала, «Знаешь, это как то местописание, в котором говорится, что каждая бочка должна стоять на своем дне, и каждая чашка должна стоять на своем дне». Наша семейная шутка. Просто как-то одна женщина процитировала это брату Хейгену, думая, что это было местом Писания. Она сказала, «Ну, знаете, брат Хейген, как говорит Библия, каждая бочка должна стоять на своем собственном дне». И он подумал, интересно, в какой это книге Библии? Аминь. «Нет, мы должны подкрепить это местом Писания». Аминь. Говорится... Да, вы не можете просто это выдумать. ...что Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников. И Петр проповедует в третьей главе книги Деяний. Это прямо после чудо у красных ворот храма, когда у храмово чудесным образом были исцелены его ноги. И он вместе с Петром и Иоанном вошел в храм. Он никогда раньше даже не ходил, а теперь восклицал и прыгал по всему храму. И Петр встал и начал проповедовать в отношении этого случая. И он обращается к ним. Он сказал, «Вы сыны пророков и завета, которые завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени Твоем благословятся все племена земные». Слава Богу! Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым. Вот оно. Прямо здесь. «Послал Его благословить вас». Что Он, должно быть, сказал? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». А что такое Евангелие? Бог проповедовал Евангелие Аврааму, говоря, «В тебе благословятся все народы». Иисус сказал, «Я говорю только то, что уже сказал Мой Отец». Поэтому Он, должно быть, сказал, «Плодитесь, размножайтесь, обладайте землей, владычествуйте над ней и наполняйте ее». Главное – благословение. Разве это не «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению»? Разные слова, но полностью согласуются. И мы знаем, что Он сказал эти же самые слова. Если вы вернетесь к самой последней главе Евангелия от Луки, 50 стих, «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Он покинул эту землю, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». И пока Он это говорил, сама сила главного благословения подняла Его и вознесла на небо. И Он провозглашал эти слова, когда пришел на небо и воссел по правую руку величины. Последние слова. Да. Ибо последние слова. И Он сказал, «Теперь выйдите во имя Мое». С Рождеством! Слава Богу! Аминь! Вы благословлены! Я благословлена! Я благословлен! Вот почему мы восклицаем. Вы можете говорить слова главного благословения над своей семьей. Аллилуйя! Сама сила Его любви, сострадание, которое было в Боге, когда Он сотворил эту землю и затворил человека и помог вам родиться свыше. Аллилуйя! Было вложено в ваш дух. Если вы начнете исповедовать это, начнете использовать это, и позволите своим глазам смотреть через это и своим устам говорить это, перестаньте сквернословить. Перестаньте говорить то, что является проклятием. Пусть это проклятие больше не исходит из ваших уст. Вот что такое богохульство и сквернословие. Вот что такого плохого в богохульных словах. Они останавливают главное благословение. Из-за этого Адам и попал в проблемы. Именно так проклятие и пришло сюда, на землю. Есть что-то большее, чем просто говорить слово «проклятый». На что-то, особенно когда вы соединяете с этим словом имя Бога. Боже мой. Боже мой. Почему это так плохо? Бог не является тем, кто проклинает. Так вы называете сатану Богом. Это весьма ужасно. Неправильно и плохо. И когда это исходит из ваших уст, Писание говорит, «Не должно так быть, мои братья, чтобы благословение и проклятие исходило из одних и тех же уст». Там говорится, что все становится горьким. Все, что вы говорите, проклято. Это такое же богохульство говорить. Но знаете, такое впечатление, что на каждое Рождество я заболеваю. Что ж, перестаньте есть всю эту неполезную еду, и это вам очень поможет. Даже небольшое послушание в этом вопросе уже сделает большое дело. И когда вы постоянно это говорите, произносите над собой проклятие, это такое же богохульство, как если бы вы использовали самые отвратительные слова в мире. Поскольку, чтобы говорить их, вы должны пойти вразрез с этой книгой. Это является таким богохульством говорить слова немощи и болезни. «Ну, я думаю, может, Бог навел это на нас, чтобы нас чему-то научить». Как вы смеете, как я смею, как кто-либо смеет говорить с такого рода вещи о самом сострадании, которое прошло через все то, через что оно прошло, чтобы его любовь могла быть выражена через вас, чтобы помазание Божье могло прийти в вашу семью, и чтобы вы могли возлагать руки на больных, и они бы исцелялись. Но вам нужно что-то сделать с этими устами. Вы должны говорить слова благословения, а не проклятие. Вам нужно. Вы должны вкладывать это в свой дух, вкладывать это в свои глаза, вкладывать это в свои уши и практиковать это, работать над этим и работать в этом, и позволить этому просто полностью пропитать вас. Я помню, как-то раз я читал послание, которое проповедовал Кейнин, и он говорил о любви Божьей, и он сказал, что это подобно тому, как человек попадает в густой туман. И он идет в этом тумане, и влага этого тумана пропитывает его шляпу, пропитывает его одежду, пропитывает все, что на нем есть. И затем он заходит в свой дом, и с его одежды просто стекают капли. Стоит вам только к нему прикоснуться, как из его одежды начинает течь вода. Он сказал, что именно так будет и с любовью Божьей, когда вы ходите в ней. Кто-то может просто прикоснуться к вам. Слава Богу! И из вас потечет любовь Божья. Аллилуйя! В результате это сделает вас совершенно неотдалимыми, настолько сильными, что дьявол не сможет к вам прикасаться. Аллилуйя! Можно я очень быстро это скажу? Знаете, в Библии говорится, «Он возлюбил проклятие». Это в псалмах. «Он возлюбил проклятие, да будет оно ему, как одежда». Разве нельзя аналогично сказать, «Он возлюбил благословение, да будет оно ему, как одежда». Конечно, да. Я люблю благословение. Аллилуйя! Я говорю слова благословения. Это то, что делает помазание. Помазание сходит на вас, как пальто. Оно названо одеждами. Спасибо, Господи! В Ветхом Завете его прообразом была милость. Спасибо тебе за главное благословение. Носите его. Оно сходит на вас. Носите его. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Если вы никогда не делали Иисуса Господом в вашей жизни, помолитесь сейчас со мной и Глорией. Отец Небесный. Отец Небесный. Я верю всем своим сердцем. Я верю всем своим сердцем. Что Иисус воскрес из мертвых. Что Иисус воскрес из мертвых. Господь Иисус, войди в мое сердце. Господь Иисус, войди в мое сердце. Ты мой рождественский подарок. Ты мой рождественский подарок. Я отдаю Тебя себе. Я принимаю Тебя. Наполни меня Твоим Духом. Я каюсь во грехе. Это ужасный подарок, но я отдаю Тебе все свои грехи. Я каюсь в них, я отказываюсь от них. Я каюсь в них. Во имя Иисуса. Аминь. Добро пожаловать в семью Божью. И в главное благословение. В благословение Божье. Все ангелы восклицают на небесах, потому что вы помолились сегодня с нами этой молитвой. Если вы помолились ей, сообщите нам об этом. Я хочу совершенно бесплатно выслать вам эту книгу, чтобы помочь вам начать читать Библию. И изучать Библию абсолютно нетрудно. Вам просто нужно знать, как это правильно делать. Это несложно. И вот этот небольшой буклет, как изучать Библию, поможет вам в этом, поможет вам начать. Это изменит вашу жизнь. Одно слово от Бога навсегда изменит вашу жизнь. Палом Господу. Поэтому напишите нам и закажите наши книги. Наша адрес на экране. Разве это не удивительно, что каждого человека на земле от Иисуса отделяют всего одно решение? От жизни, от благословения, от процветания, исцеления, мира отделяют всего одно решение? Один вздох, одно слово. И вот только что помолились этой молитвы. Если вы не помолились ей, то помолитесь. Вы можете найти эту молитву на нашем сайте в интернете. Слава Богу. Просто скажите прямо сейчас. Аминь, сделайте это сейчас. Иисус, вводи в мое сердце. Я верю, что Бог воскресил его из мертвых. Обратитесь к 10 главе послания к Римлянам. Именно там это и говорится. И вы поймете. О, но брат Коплант, вы не знаете, что я сделал. Не знаю, и мне все равно. Я знаю, что сделал Иисус. Я знаю, как сильно Он вас любит. И в этом-то и вся суть. Сказано, что Иисус умер за нечестивых. Слава Богу. Я был таковым. Я боролся с этим. Если бы это было не так, мы бы все были победили. Вам незачем с этим бороться. Когда вы можете узнать, что говорит Слово Божье. Верно. С Рождеством. Бог любит вас. Мы любим вас. И Иисус Господь.